Добрый день! Наша жизнь становится интересной. Мы больше получаем света в свои проводники. Мы больше начинаем разбираться в каких-то сложных вопросах. И все это связано со светом, который потребляет наше тело. Света становится ярче. И, конечно, нам интересно больше знать о свете. Сегодня мы познакомимся настолько, насколько это возможно. Уважаемые, вы если что-то не поймете, ну, вдруг настроение не то, ну, посмотрите второй раз, третий. Все это для нас ново. И ничего нет плохого в том, что мы несколько раз прослушаем одну и ту же информацию. Это нормально. Мы не сразу можем все усваивать. Это тоже нормально. Тем более сейчас информации большой объем идет. С широкими пластами. И иногда не очень усваивается сразу. Но это не страшно. Можно посмотреть второй раз этот же фильм. Квант света – это способ передачи Вселенной пакетов интеллектуальной энергии через время и пространство в наше сознание. Квант света – это способ передачи Вселенной пакетов интеллектуальной энергии через время и пространство в наше сознание. Происходит это потому, что наше сознание расширяется. Расширение сознания – это и есть перенос света. Когда мы рассматриваем свет как излучение энергии, чистоты, становится ясно, что квант света – это способ передачи Вселенной пакетов интеллектуальной энергии в сознание через время и пространство. Эти пакеты интеллектуальной энергии, чистоты света, также называют световыми кодами или огненными символами ДНК. Эти световые коды поступают на планету и тела людей посредством потока энергетической чистоты, называемой кундалини. Существует планетарная кундалини, непосредственно связанная с кундалини тело человека в копчике. Сегодня все наблюдают очень болезненные состояния в районе копчика. Происходит трансмутация. Это нормально. Кундалини и световые коды, получаемые посредством чакровой системы, поступает в формосодержащий проект, который является нашей древовидной решеткой 12, и содержит информацию, необходимую для проявления формы новой энергии сознания. Проект перестраивает тело света, чтобы соответствовать недавно полученным шаблонам сознания света и звука. Это происходит на микроскопическом или личном уровне тела человека и макроскопическом уровне планеты через Солнечную систему и космос и является частью квантовой механики всего мироздания. Диапазон частот матрицы времени сознания и материя это формы энергии частоты. То, что мы думаем и как мы чувствуем, генерирует электрические импульсы, исходящие из центральной нервной системы, приемников мозга, которые опускаются по позвоночнику и излучаются через чакры. Качество этой электрической энергии управляет электромагнитными функциями чакр, влияя на общую частоту тела света. Личное сознание это сумма всех мыслей, эмоций, рассуждений, взглядов и отношений как энергия частота. Личное сознание как энергия волн мозга и световое тело как энергия частота неразрывно связаны и влияют друг на друга. Сгенерированные частоты могут быть позитивными или негативными, пока не синтезированы. Блокировка чакр непосредственно зависит от обмена энергии, передаваемой сознанием или искусственными структурами и притеснениями. Это процесс переноса энергии с точки зрения обмена и передачи энергии света между физическим телом и телом света. Иначе можно сказать, это процесс переноса энергии с точки зрения обмена передачи энергии света между личностью и душой. И, конечно, это сложный процесс. Конечно, они не могут вот так на ровном месте быть. Это должно быть какое-то намерение, желание человека развиваться. Различные цвета света и его энергия частота определяют различные свойства волн электромагнитного излучения и количество излучаемой энергии взаимодействия с квантами света. Свет и более низкой энергии частотой имеют большую длину электромагнитной волны. Частота и длина волны обратно пропорциональны друг другу. Это означает, что при повышении одного показателя, другой уменьшается. И наоборот. Ну, проще можно сказать, что если вы устремлены к свету, то тьма отступает. Или если вы хотите жить благоразумно или полезно для себя, то бесполезные вещи удаляются. Произведение частоты и длины волны равно скорости света через пространство и время. Это означает, что повышение или понижение энергии частоты, длины волны и световых колебаний каждого объекта, тела или сознания зависят друг от друга. Явление, когда световая волна попадает на объект и отталкивается от него, называется отражением. Когда свет проходит или отражается от тела человека, он воздействует на энергетическое тело. То, насколько свет резонирует с энергетическим полем человека, насколько они согласованы, будет зависеть от того, как эти световые коды преломляются через внутренние линзы ДНК. Внутренние линзы ДНК и состояние внутренней структуры тела света определяет, как человек будет ощущать воздействие диапазона энергетической частоты или спектра света. Когда человек медитирует при внутренней тишине и намеревается удалить искусственные механизмы и очистить ментальное и эмоциональное тело от конфликтов, внутренние энергии чакры становятся более прозрачными и сбалансированными. Большая прозрачность и энергетическое равновесие повышают способность резонировать и таким образом отражать высшие энергичастоты светового источника. Световые волны также искривляются и преломляются. Световые волны искривляются при прохождении через объект, имеющий другую плотность. Линзы в очках помогают людям видеть более ясно, искривляя световые лучи и помогая глазу человека корректировать отраженные изображения на расстоянии ближе или дальше. Теперь мы рассмотрим голографический проект. Проектор света. Географический проектор света. Отражение световых волн не зависит от длины волны и в то же время как преломление зависит. Подобно этому работает наше личное сознание и высшее сенсорное восприятие. Все мы подвергаемся одинаковому процессу отражения света. И все же нам доступны различные свойства световых волн. И мы воспринимаем реальность с различной ясностью в зависимости от преломления нашей личной линзы. Одним светом все семь лучей светят всем одинаково солнечных, но каждый человек, имея свои характеристики, преломляет эти солнечные лучи в зависимости от своих характеристик. Удаляя и извлекая энергии, затуманивающие нашу линзу ДНК, мы становимся более чистыми и прозрачными в нашем свете сознания. Световые волны с наивысшей частотой и наименьшей длиной волны имеют больший показатель преломления. Это означает, что чем более высокочастотный свет мы способны отражать, а затем преломлять, тем лучше наше понимание уровней преломления световой волны по всем голограммам времени и пространства. Внутренние отражения и преломления света позволяют нам ощущать множественные изменения, невидимые в зоне видимого спектра света. Вот почему пробужденные звездные дети лучше чувствуют энергию, частоту, спектр света, существующие в этом времени и пространстве, чем те люди, которые еще духовно не пробуждены. Свет является паттерном проявленной электромагнитной энергии, созданной сочетанием многих частотных полос в пределах измерения времени. Различные цвета спектра света очерчивают качество энергии, частоты, измерения и его местоположения во времени и пространстве. Свет распространяется и как волна, и как поток квантов света, крошечных микрочастиц или пакетов квантовой энергии. Это ультрамикрочастицы, содержат свойства света и звука, являющиеся функционирующими основными парами таких же единиц сознания и энергии. Объединение квантовых основных пар с основной сущностью Божественного Источника обеспечивает в нашей структуре частиц создание контура для постоянного питания наших тел и планеты от Божественного Источника. Тело человека является голографическим проектом света. Центральная нервная система обрабатывает электрические импульсы, передаваемые кодами ДНК, которые далее неврологически передаются к мозгу в виде набора команд для восприятия внешних изображений как контекста реальности. Человек может испытывать только уровни многомерной реальности, которые были запрограммированы в кодах ДНК и личной древовидной решетке 12, микроскопическую часть голографического шаблона. Эта программа ДНК меняется только тогда, когда сознание человека начинает пробуждаться, и он начинает интересоваться своей духовной целью и исследовать свою связь со всем сущим. Если смотреть на голограмму с разных ракурсов, можно увидеть объект с разных точек, как если бы вы смотрели на реальный объект. Это один способ признать существование многих истинных в пределах сознания, в то время как все мы являемся голографическими проектами света. Голограммы, кажется, перемещаются, как будто мы проходим мимо них и смотрим на них под разными углами или с разных мест во времени. Голограммы вложены в голограммы и меняется ракурс абсолютно различных объектов и сущностей, в зависимости от того, как вы смотрите на них. Примером могут послужить астральные зеркала. Если вы посмотрите на голограмму со стороны структуры измерений, имеющих более низкую энергию частоту снизу, это будет выглядеть как одно. Рассматривая структуру измерения как голографическую проекцию, она будет выглядеть совсем по-другому, раскрывая себя как иллюзии зеркал. Это примеры матрицы ложного вознесения, сложной структуры астральных зеркал, существующих в части астрального плана. Голограммы дают полное представление обо всем голографическом изображении, независимо от числа фрагментов голограммы. Если имеется крошечный фрагмент голограммы, вся полная картина может быть восстановлена при помощи набора команд, содержащихся внутри самих крошечных квантов. Когда мы начинаем понимать, что имеющееся количество энергии, лучистая энергия, свет и потенциал высшего сознания является взаимозаменяемыми, мы начинаем более ясно осознавать, почему квантовая механика и теория вознесения так оспариваются и в конечном итоге подавляются общественным сознанием. Стратегия обмана архонтов продвигается путем распространения дезинформации через главные столбы общества и захвата энергетических ресурсов, устанавливая определенные предназначенные формы злоупотребления, которые ранжируют людей в иерархические классы и дискриминирующие расовые системы. Квантовая механика и теория вознесения содержат ключи к прекращению нищеты и порабощения общества, основанного на тирании власти и войне за сознание энергию. Если что-то трудно воспринимается, ведь это же нормально. Потому что мы мало имеем дело с истинными знаниями, которые действительно поднимают нас на достаточно высокую чистоту, где мы воспринимаем себя уже в гораздо лучшем качестве. Мы действительно через свет узнаем, что мы прекрасные световые сущности космоса. Удачи всем! Субтитры создавал DimaTorzok